А у нас все одето в бетон сейчас, в камни, и мы ходим по той поверхности, которая не амортизирует под нами, и, соответственно, заставляет в нас избыточно работать амортизационный аппарат, как функциональный, когда наши рефлексы это делают, когда мы начинаем подгибать ноги, сутулиться или усиливать вообще изгибы позвоночника, скручиваться наш позвоночник, как пружинка начинает реагировать, так и просто механически ваш хрящ получает слишком сильные удары и, соответственно, изнашивается раньше. О самолете я говорил о том, что мы похожи на птиц в том, что каждый наш шаг – это маленький полет, и вообще функция, которая поддерживает наше вертикальное равновесие, она такая же, как у птиц, которая поддерживает полет. И мы знаем эти опыты, когда, если переезд или уничтожить некоторые клеточки в мозге у птиц, то она перестанет летать, хотя при этом она вполне сможет хлопать крыльями, управлять этими крыльями, но летать не сможет. Такая же функция у человека по поддержанию вертикального положения. Ну и каждый наш шаг – это взлет. Каждое наше наступание на подошву и на землю – приземление. И у самолета это шасси. Огромные резинки, которые на его колесах находятся. И он же по бетонной полосе взлетает и падает, да? И мы ходим по гигиеничным санитарной точки зрения поверхностям. Но чтобы эти наши санитарные условия не были антигигиеничными для двигательной системы, мы можем дополнить это, ну, обуви, создав гигиену двигательной системы, амортизирующей и правильной поверхностью обуви, амортизирующей подошвой и передающей уже направленное давление на стопу стерпи. Можно ходить по пескующей, кстати. Можно насыпать себе дома 20-20 сантиметров песка, по всей тратке ходить по этому. А можно создать его в обуви. Здесь картиночка, которая там слева, там, где руки показывают на отпечаток стопы в песке. Это Чарли Байкрофт, это его фотография. Он наблюдал за своей походкой, и он знал, что он немножко, у него один шаг короче, немножко другого. И стоп он ставит не совсем обычно, и стоп, свод, стоп имеет воплощение. Когда он наблюдал свой же шаг по песку, ну, по побережью, ну, это ходить он из Ново-Зеландии, и он врач спортивных команд, которые занимались бегом, поэтому он анализировал именно бег, ходьбу. Вот. И он увидел, что когда он идет по песку, у него один, ну, симметричный шаг. И, в общем-то, он организует своими стопами нормальную совершенно поверхность, которая там формирует и те люди, которые, в которых нет лиска стопы. Вот таким образом он и пришел к мысли о том, что надо в обуви создавать поверхность, похожую по степени жесткости на песок. Поэтому те стельки, которые делает компания, те заготовки, которые делает компания, основанные им, вот, они по степени жесткости физиологичны, это опытами достигнуты, практическими, вот, и степень жесткости попадает в те физиологические параметры, которые нужны именно человеку, и мы можем это выбрать. Вот они близки где-то по консистенции, по жесткости ногам, песку, так если надо сравнивать, то есть обыденно каких-то вещей. Этот слайд показывает, как все реализуется, и как мы можем ходить и двигаться, и при этом быть более правильными, когда у нас степень распределения давления на ногу более равномерная, то есть и типиковые нагрузки, там, где стелек вот красным зачеркнут, очень высокие на пятке, и, короче, толкается пальцами по ровной и жесткой поверхности, и когда человек ходит в этих ортезах, в стелек фармтотикс, то есть исследование с фармтотиксом, и пиковая нагрузка значительно меньше, и она находится в тех рамках более физиологичных. И ответная реакция, собственно говоря, как мы должны понимать, как это реализуется. Среализуется это нашим спинным мозгом, когда кинематическая цепь вся, от стопы до затылка, будет к нам реагировать, и это будет организовывать интернироны спинного мозга и головного мозга, которые работают как сеть. Это не значит, что там есть какое-то количество именно ограниченных нейронов, которые этим занимаются, но это значит, что всего лишь на все несколько нейронов со стопы не посылают пиковую нагрузку туда, в спину и головной мозг, и это дает возможность правильным автоматизмом ходьбы продолжать действовать, а не деактивировать их, такой пиковая нагрузка. Пиковая нагрузка активирует другие рефлексы наши, отдергивание, сгибание, сильная ампетизация, а не выпрямление и чередующегося автоматизма по переставлению ног и согласованному, содружественному движению рук и туловища, которые тоже немножко разворачиваются. И вы видите разные нейрончики обозначены, уже мышечные волокна, которыми они идут, силы, скорости и позы. И то, что первым увлекаются именно позы, а остальные работают, может быть, и сильнее, но утомляются быстрее. И поэтому, когда человек говорит о том, что у него что-то болит или что-то неправильно работает, то мы в первую очередь будем думать именно о тех мотонейронах, которые поддерживают его позу, включены всегда, либо короче, либо длиннее. И с ними вместе связаны рефлексы, которые имеют отношение к сосудам, которые в этих же мышцах находятся, и через них, через эти сосуды, проходящие через эти мышцы, питаются кости, а лучше через эти кости питаются ваши хрящи. Хрящ – это такая ткань, в которую сосуд в плену не входит, она очень плохо питается, и питание этих хрящей, как межпозвонковых дисков, так и суставов, коленок, там, забедренных, других, все это происходит через кость. Сосуд входит через мышцу, проходит через кости, питает хрящ. Если плохо работает мышца, плохо организуется движение крови, то, соответственно, ваша хрящ питается плохо, как и ваша кость. И у вас развиваются остеопоросы, и развивается дегенерация хряща. Ну, это, в общем-то, фотофизиологические данные, которые сейчас общеизвестны, но мало о них рассказывают, мало дают акцент на это. И почему нам нужно акцент на это давать? Потому что, чтобы люди понимали, что простые вещи, то, в чем ты ходишь, по чем ты ходишь, как ты двигаешься, дает тебе здоровье, или ты зарабатываешь болезнь. Это первичная профилактика заболевания порно-двигательного аппарата. На этом слайде мы видим стерики и кроссовки. Да, просто все, в общем-то, похоже, только реализуются через пневматические цепи на работу ваших мышц. Перисунки Томаса Майерса. Очень хорошо доступна, изложена та теория, которая нашим русским ученым Бирштейном была озвучена, в общем-то, сформирована о том, что человек работает кинематическими цепями. Ну, а здесь очень наглядно, и, как это обычно бывает, не в России, уже доведена до совершенства практического применения. Ну, этот слайд вы видите. Такой, несколько с юмором, о том, что вы можете по асфальту находить в таком устройстве, или можете тоже спрагировать себе ногами это. Создание поверхности под стопами с параметрами, соответствующими тем, которым человек приспособлен в ходе эволюции, это цель современного ортезирования. Это помогает профилактике артрозов и помогает тому, чтобы имеющиеся заболевания суставов меньше беспокоили, меньше медленнее прогрессировали, чтобы человек легко ходил. И мы видим это повсеместно сейчас, распространение обуви для ходьбы. Вы можете это увидеть в магазине для, ну, спортивные магазины, переполненные ими. И это хороший способ улучшить собственное движение.